Доброе утро всем! Мы мчимся в садик на утренник. Почти в распаде. Будьте мне кричать за собой голос нельзя. Глаза закрываются автоматом после того, как отключаешь сигнал. Почти в ручками попал. Еще ручки поглее. Стародито нам теплее. Почти в ручки кончаются. Лучки в мальчике прыгают. И расходили мальчики в отлал. И опять они танцуют, почему в зону раскачутся? Чего это вы тут расшумеете? Покоя от вас нету! Здрасте! Ну что вы шумите? Что это вы тут шумите? То есть ты думаешь там зайчик или уточка в подарке? Или что еще? Что-нибудь интересное будем сейчас открывать? Ну а еще Мартемий гадает что же у него там в подарке? Мы сегодня после утренника домой У меня ребенок просто засыпал там на утреннике и стоит такой Вот из понедельника уже по-нормальному выйдем в сад Здорово было! Детки молодцы! Некоторые конечно плакали, мой не плакал Ой такой, что происходит потому что он только вышел из сада Уже все подзабыл как обычно Ты молодец! Я тетрадка Тебе понравилось? Пойдем дальше Пойдем дальше Скорее хочется подарки открывать Вообще глядя на это все Я думала так, главное не плакать Это же первый утренник моего сына Он такой взрослый Это прям так трогательно Я старалась просто смотреть на Деда Мороза и Снегурочку Дальше Дед Мороз да тебе с бантиком подарил пакет красивый? Ну давай смотреть что там Распаковка подарков у нас Так, что же подарил Дед Мороза? Давай, не-не-не, тащи коробку, а я держу пакет Ты чего ты прячешься? Ты невин Опа! Так, это что? Квадрат Так, разбирайся с квадратом и треугольником Это что это тебе такое подарили? Ой, кто это? Это собачка, это ферма Ну почему там собачка? Ну смотри, собачка, кошка, корова и петушок Это ферма и они здесь пьют водичку Это конструктор Что это? Ого, мои вкуснятины Спасибо за пюре О, это мультик? Да О, Дед Мороз знает, что ты смотришь щенячий патруль Это мультик Да, поэтому у тебя пюре с щенком А это просто, а тут еще что-то А что? А, вот это А, вот это А, вот это тоже вкусненье Это тоже вкусненье Это тоже вкусненье Это тоже вкусненье Ух, спасибо за еду Хороший подарок Дед Мороз принес? Да Ну что, вкусные подарки? Так Сидит, поглощает Довольный Ты довольный? Ты А, изучает Видите, смотрит А что это у меня тут нарисовано? Все, попробовал уже Мамы, вы знаете, что я очень положительно отношусь к тому, чтобы дети с раннего возраста умели пользоваться гаджетами и я просто считаю, что это необходимо, потому что мы живем в 21 веке и ребенок должен уметь пользоваться компьютером, планшетом, телефоном, потому что он должен быть наравне со всеми и идти в ногу с прогрессом Но в то же время я считаю, что контент должен быть жестко ограничен согласно возрасту, ну и, естественно, гаджеты не должны использоваться безлимитно И я вам сегодня хочу рассказать про один очень классный продукт от бренда Касперский Я, кстати, антивирусом Касперский много-много лет уже пользуюсь и я очень порадовалась, когда они мне написали и попросили рассказать про новую такую фишку, новую программу, которая очень поможет родителям Я ее уже протестировала, мне понравилось, я буду ею пользоваться, когда Артеша станет чуть взрослее и уже у него в его распоряжении будут его личные гаджеты Сейчас я, естественно, тщательно отбираю, какой мультик мой ребенок посмотрит, ну и, собственно, этим мы и ограничиваемся Но когда он станет немного старше, у нас встанет вопрос, а куда он заходит, на какие сайты, что смотрит? Так вот, для этого, естественно, придумываются уже новые программы, чтобы контролировать ребенка и чтобы, самое главное, ограждать его от нежелательного контента От, я не знаю, пропаганды наркотиков, насилия, от каких-то всяких объединений, скажем так, или сект, которые давят на ребенка и могут его связать с плохими людьми и так далее Вот с этим очень хорошо справляется такая программа, как Касперский Safe Kids У нее есть очень много функций и она не только ограждает ребенка от нежелательного контента, который выбираете вы сами То есть вы можете выбрать, к какому контенту ребенок может иметь доступ, а к какому нет Например, вы разрешаете ребенку заходить в соцсети, но при этом не разрешаете заходить на сайты, где рекламируется или предлагается, например, табак, алкоголь и так далее Или есть какое-то насилие То есть вы можете сами выбирать Плюс вы можете выбирать, что вы хотите сделать, чтобы был полный блок Либо же, чтобы ребенок получал предупреждение о том, что на этом сайте какой-то не очень хороший контент Также вы можете контролировать, в какие сети заходит ваш ребенок, что он там постит И даже получать предупреждение, уведомление, если к ребенку в друзья добавляется какой-то подозрительный взрослый То есть вы будете держать руку на пульсе и следить за тем, чтобы ваш ребенок не связался с плохими людьми в интернете, что очень легко сделать в наше время Кроме того, в программе Касперский Safe Kids можно также установить лимитно используемые приложения Это особенно удобно, если вы устанавливаете эту программу ребенку на телефон То есть эта программа не только для компьютера, она также для мобильных устройств И вы можете ограничить использование каких-то приложений по времени Допустим, ваш ребенок очень любит играть в игрушки Можно ограничить, чтобы он, скажем, 40 минут в день только играл Либо, например, вы можете сделать так, что, к примеру, на Википедию ребенок может зайти круглосуточно А в свою любимую игрушку или на какой-то сайт или соцсеть только после школы То есть чтобы во время учебы он не имел доступа к этим сайтам или приложениям Плюс также в версии для телефона есть такая штука удобная, как безопасный периметр То есть если ваш ребенок выходит за пределы какой-то области, которую вы обозначили То вы получите предупреждение То есть вы будете знать, где находится ваш ребенок И также можно настроить уведомления касательно того, если у ребенка садится телефон То есть вы сможете не только контролировать контент, который просматривает ваш ребенок Ну и также знать, не ушел ли он куда-то очень далеко и все ли в порядке у него с телефоном Мне кажется, это безумно удобно и это необходимо в 21 веке Потому что дети, пока они маленькие, они еще не умеют определять, какой контент, скажем так, им подходит А какой нет, до чего они доросли, а что еще пока будет лишним И они любопытные и, естественно, хотят посмотреть как можно больше И это не всегда имеет хорошие последствия Поэтому родители, естественно, должны контролировать качество контента, который просматривает ребенок По ссылке внизу вы можете скачать Касперский Safe Kids Бесплатную версию, потестировать программу, посмотреть как она Ознакомиться со всеми ее функциями И также вы можете почитать на сайте или в приложении Совета психолога о том, как разговаривать с ребенком на такие темы И, Сереж, что делать, если к тебе подошел незнакомый человек Если тебя пытаются куда-то увезти Либо же, если ты потерялся Ну, в общем, что делать в экстренных ситуациях, если родители нет рядом Общаются они тут Теперь сам включает хомяка и общается с ним Артемий поспал Два с половиной часа Отсыпался, потому что рано разбудили его сегодня Я очень много успела по работе Все рабочие письма Осталась только куча монтажа И сейчас мы пошли в магазин За продуктами, потому что у нас все позаканчивалось А завтра у нас гости будут А вот, надо закупить все И Алишер должен был съездить в магазин Но Он застрял в городе, потому что возит кого-то из правительства по городу Все перекрыли И просто все закрыто То есть Алишер попался там в центре И он не может уехать Он туда не всегда все заблокировано Который час уже там торчит И он еще не съездил Должен был съездить в центр Прям совсем в центр Он должен был съездить в центр на технологику Забрать кофе Мы из Финляндии заказывали И в общем не доехал Подвели мы человека, который возит нам это все Придется в другой день Забирать Артемий гордо рассекает по улицам А меня так и манит наша новогодняя иллюминация на главной площади Но я думаю, мы зайдем туда, наведаемся попозже Я все надеюсь, что немножко снега будет Что-то там прогуляться и словить еще побольше новогоднего настроения Но на самом деле Вот этот маленький человечек Дарит очень много новогоднего настроения Даже несмотря на отсутствие снега Артемий, нам дорогу переходить надо Что делать будем? Гулятики Какие гулятики? Мы будем задания делать, да? И Деду Морозу с снегуркой приклеивать одежду А то мы что-то подзабросили наши занятия Ему немножко поднадоело Но вчера вот он с удовольствием позанимался Сейчас, наверное, сейчас тоже попросил Наверное, выполнить с удовольствием А то какое... Вон, 14-го числа не приклеили 14-е, 15-е, сегодня уже какое-то 20-е В общем, снегурочку пора одевать Снегурочку пора одевать Ей холодно, Новый год скоро А мы ей одежду не приклеили Как так? Как так? Как так? Будем клеить им одежду? Что-то на лицо приклеить ей? Ей не... У нее сережки в ушах Мастеруха Она же девочка А почему где-то? Она же дед Он мальчик Мастеруха Необычное место, да, для съемок Я снова борюсь со сном И вместо того, чтобы спать Мне очень хочется Вы себе представляете, как я укладывала ребенка Я еле-еле удержалась, чтобы не уснуть вместе с ним Ну просто... Просто есть дела Которые нельзя отложить Вот и я сижу Простите, кто в мальчиках И запаковываю подарки Не потому, что лично у меня завтра Новый год А потому, что мы завтра снимаем очень клевый челлендж И, конечно, зазеркали Мы будем для наших смотриных деток Прятать 50 подарков И вот это каскать И открывать Вот Я такое видео смотрела Мне прям очень понравилось Ой, мы решили повторить Вот у меня тут шумка С подарком Еще раз, два, три, четыре Ну, короче, еще штук 10 Осталось запаковать Я их начала запаковывать Не сегодня, а именно заранее Но что-то откладывала, откладывала Все некогда Просто их запаковывать там можно только Да, Артеша спит Поэтому это представляет Некоторые сложности Я начала работать А Артеша пришел Он, кстати, в пробках в итоге сидел 4 часа И он приехал домой за 20 минут до начала тренировки Забрал вещи Я ему заранее все собрала Всю его форму спортивную И убежал на тренировку Еле успел Вот так вот у нас перекрыли город Так что Неприкольно было Сегодня Артешу Без день у него прошел В машине Я вот только думала Куда я это все завтра прятать буду В нашей однокомнатной квартире Сложно что-либо спрятать Хотя я умудрюсь класть вещи так Чтобы потом Не найти их несколько месяцев Но так никакой я, естественно, прятать не буду Короче Это последнее, что я делаю сегодня Ну, перед тем, как сомонсировать лоб По этому я с вами буду прощаться Ну, увидимся завтра Надеюсь, у меня будет человеческое лицо Я ужасно хочу спать Просто Ну, шансы какие-то выспаться есть Вот так что все Увидимся с вами завтра И я желаю вам хороших выходных Надеюсь, вы уже все подарки купили И уже просто готовитесь к Новому году Не спеша Чуть заранее Все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok